Так, слава Богу! Слава Иисусу Христу! Слава нашему Спасителю Господу! И ни в коем другом нет спасения! Дамы и господа, братья и сестры, нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Богу! Смог выйти в эфир сегодня по техническим причинам. Не получалось у меня вот все это время подключиться. Я уже чуть не отчаялся. Думаю, наверное, все, утром не получится. 15 минут пробовал подключиться. И аппаратура все время сообщала, что нет сети, хотя сеть есть, то нет подключения. Странно, но я уж молюсь, думаю, Господи, если уж так не получилось в эфире, то хотя бы запись сделаю, потом выставлю, думаю, поделюсь с братьями, сестрами. Но, по милости Господне, я снова в эфире. Сегодня с этой утренней молитвы прямой эфир. Благоставение Господне всех вам, благоставляю всех вас, друзья мои, братья и сестры, слава Иисусу Христу! Навеки слава! Во веки, все веки слава! Богу Святому! Друзья, и сегодня хочу прочесть тоже из Божьего Слова, а у меня... Ну ладно. Сейчас я открою. Здесь другая Библия у меня скачана. Сейчас я посмотрю, как здесь читается все. Так. Вот. Послание к Ефесянам. Слава Богу! Аллилуйя! Благоставение Господне всех вам! Вчера, вот уже поздно, вечером здесь тоже молитва. Света пишет, шалом! Пусть пребудет с вами любовь Бога Отца, благодать Иисуса Христа и общение Святого Духа драгоценное. Аллилуйя! Принимаем, да, слава Богу! Пусть общение Духа Святого будет сегодня и вот прямо сейчас и в чтении Слова, и в молитве в этой. Господь, спасибо Тебе за доброе утро! Спасибо Тебе! Благодарю Тебя за это Слово! Благодарю Тебя, Боже Всемогущий, за их преломление сегодня, причастие, Евхаристию! Благодарю Тебя, Господь, сегодня за Израиль, за Твою защиту над Израилем! Благодарю Тебя за Тебя, Господь, за Иерусалим, Боже, и благодарю Тебя за духовное пробуждение еврейского народа и всего мира, всей нашей истрадавшейся планеты во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, землю Рязанскую, пробуди, Господь, от сна греховного, пробуди, Господь, Боже, к славе Своей, пусть имя Иисуса Христа воссияет здесь. Аминь! Аллилуйя! Да, друзья, привет всем из Рязани, этой древней земли. Здесь проповедую эти дни сегодня. Вечерняя молитва будет, значит, и вечером, значит, в 18.30 здесь в Доме молитвы евангельских баптистов, христиан-баптистов. Вот, и я буду делиться словом, собираюсь делиться как раз о молитве. Вот, и вчера поздно вечером так вот с братьями вместе общались, вот, значит, и это с приюта. Вопускники детских домов, вот так вот. И, слава Богу, Господь так вот благоставляет, восстанавливает души людские, восстанавливает людей. Вот, и здесь вот один из героев веры в Рязани, известный служитель, и не только в Рязани, Анатолий Анатольевич Ридин, слава Богу, мой уже старый друг, товарищ и брат, слава Богу. И благодарю Бога всемогущего за его служение здесь, особенно вот за его служение вот сиротом, вдовом, вообще вот сиротом он посвятил вообще свою жизнь, это, знаете, это действительно настоящее благочестие, вот, храмовое благочестие, допустим, есть такое понимание у нас больше в православии, допустим, еще какое, но это все так, востоку поскольку, храмовое благочестие, это больше отголоски, как бы, ветхозаветного, представления вообще о благочестии. На самом-то деле, истинное благочестие, это как раз вот то, чем как раз и занимается Анатолий Анатольевич здесь. Слава Богу, благоставляю всех вас, дорогие друзья, благоставляю во имя Господне. И вчера так перефразировав апостола Павла, помолился немного, я вот хочу сегодня тоже утром, на утренней молитве тоже так сделать. Понравилось мне очень. Вот, я знаю, что многие христиане пользуются, вот, подобным таким, ну, приемом, будем так говорить, молитвенным приемом таким. Вот, и хочу тоже воспользоваться сейчас таким приемом молитвенным. Потому что люди по-разному говорят, что такое молитва. Вот, один из примеров, вот такой. Ефесянам 1 глава. Здесь написано, с самого начала 1 главы, посланник Ефесянам апостола Павла, он представляется сам. Собственно, Павел пишет, волею Божией апостола Иисуса Христа, находящимся в Эфесе, святым и верным во Христе Иисусе. То есть, сегодня это послание ко всем нам, хотя, ну, исторически, да, написано было нашим братьям туда, в Эфес, это нынешняя Турция, да, но, в общем-то, это послание, оно, как Бога, вдохновенное, оно имеет такое послание, как бы, ну, поучительное и всяческое, ко всем верующим во все времена, и к нам, в том числе, святым и верным, вот, и, вот здесь, кстати, на служение, тоже и на семинаре в Баптийской церкви, который проводил я в субботу, семинар, я тоже говорил, что святой, в смысле, безгрешный, именно, это относимо только лишь к Богу в Библии, да, но, нас, почему верующих, или же верных, как здесь вот говорится, мне очень нравится верных, потому что верующий, там, как бы, само слово, оно, ну, у настоящих верующих, оно, конечно, означает верный, да, но, у большинства людей, особенно обывателей, слово верующий вызывает, ну, совершенно другую реакцию, другое значение, порой имеет это слово, сегодня, но, вообще-то, верующие, это, ну, в Библии, вот, в Новом Завете, Библия нас называет верными, верный, верный, поэтому, верные, а святые, потому что, Бог отделил нас для себя, поэтому, святые и верные, во Христе Иисусе, это послание, получается, и к рязанским, вот, святым, значит, и верным, это послание, ну, ко всем святым и верным, и вот, к себе, я отношу тоже тогда, послание, я читаю это не просто для кого-то, и для себя читаю так же, и для вас, и для себя, поэтому, святой и верный, я принимаю, как будучи святым и верным, я принимаю это слово, вот, во Христе Иисусе, и вы, друзья, святые и верные, принимайте это слово, благодать вам, и мир от Бога, Отца нашего, и Господа Иисуса Христа, благодать, да, знаете ли, это, как говорится, кашу маслом не испортишь, благодать, это то, чего слишком много, не бывает никогда, поэтому, принимайте, друзья, принимайте, пусть она умножится, в наших судьбах, Божья благодать, и вот дальше, вот это восклицание, это вот такое, молитвенное, дальше, в послании у него, красиво, очень у Павла здесь, Благословен Бог и Отец Господа нашего, Иисуса Христа, да, Он наш Отец, Бог Святой, но здесь подчеркивается, подчеркивается Его Отцовство, Иисуса Христа, Благословен Бог и Отец Господа нашего, Иисуса Христа, благословивший нас во Христе, то есть, в Своем Единородном Сыне, всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Сразу вспоминается, что из Ветхого Завета, как мы говорим, вспоминается сразу его Божье послание к этому человеку, к Еремии. И когда Еремия записал Божье Слово к нему таким образом, что прежде, нежели я образовал тебя в утробе матери, Бог говорит, я познал тебя. Прежде чем ты вышел из утроба твоей матери, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. Представляете, Господь Бог всемогущий избрал пророком человека, когда тот еще был в утробе матери. Мама еще его не знала, кто родится, мальчик или девочка, а Бог уже знал родиться мальчик, и не просто мальчик, что он будет Еремией, пророком будет Божьим. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! И он говорит, что Бог говорит Еремию, что прежде, чем он его образовал в утробе матери, то есть даже мама еще была еще не беременна, вот, только в планах была беременность, только как бы, да, значит, но опять-таки, а Бог прежде, чем начал образовывать, ведь Бог каждого из нас образовывает в утробах наших матерей, нас образовывал, вот, да, вот ученые сегодня уже больше знают, конечно, намного больше знают, чем тогдашние ученые, вот, о том, как происходит зачатие, сам механизм, да, как вот развитие ребенка, я видел фильмы эти, потрясающие просто воображения фильмы, вот, и восхищение там часто звучит создателей этого фильма, врачей, самих ученых, как чудо это происходит, каждый раз чудо, просто оно часто происходит, каждый день происходит, на земле рождаются сотни и сотни людей каждый день, но от этого чудо не становится не чудесным, наоборот, вот, оно становится еще более-более интересным, более-более чудесным, вот, и каждый раз Бог, оказывается, да, действительно Бог, а кто же еще принимает активное участие в этом, вот, да, муж и жена, да, но Бог создает в утробе матерей, детей, нас создавал всех, и вот, и прежде чем, прежде создания мира, даже еще здесь, еще дальше у эфесян говорится, говорится еще даже, не как у Иеремии там, а еще прежде даже, даже еще и мира этого не было, прежде создания мира, ой, даже у некоторых отцов древности, у Оригена, по-моему, у кого-то еще там, значит, а предсуществование душ, вот, там было как раз, вот, такая, развивалась доктрина, в последующем христианстве, в сегодняшнем христианстве, допустим, эта доктрина так не развита и, как бы, подзабыта, но, в общем-то, вот, здесь к эфесянам, в общем-то, есть чем задуматься нам, читая послание к эфесянам, прежде создания мира, вот, Бог уже определил нас, избрал нас, спасибо тебе Господь, а порой я, как человек, там, сомневаюсь, а правильно ли ты, Бог, избрал меня, вообще, может, ошибся, может, кого-то надо было другого избрать, оказывается, Бог не ошибается, потому что Он избирает еще прежде создания мира, еще этого мира, еще и нашей планеты не было, а Бог уже избрал нас, избрал, Аллилуйя, спасибо тебе Господь, уже любил, уже создавал, ну, это я, как художник, представляю себе, знаете, вот, порой, вот сейчас, допустим, я работаю над картинами некоторыми, но больше здесь, конечно, здесь, я не имею сейчас мастерской своей пока, вот, если какие-то зарисовочки делаю, то это так, по стоку-посколько, значит, больше идею здесь вынашиваю, вот, и как проповедник проповедь вынашиваю, допустим, как композитор идею, может, какой-то музыки, но я не композитор, я не знаю, но стихотворец может вынашивать идею какой-то поэмы, стихов, там, значит, я не знаю, но я не стихотворец, хотя я иногда пишу стихи, но, но вот, или вот я писал некоторые рассказы, допустим, повесть писал, вот, значит, и, кстати, тоже, можно сказать, да, вынашивал идею еще до того, как сел записывать все это, потому что идея была уже и вынашивалась некоторое время перед тем, да, это правда, но как художник, именно как вот живописец, я свидетельствую о том, что многие картины, они рождаются задолго до того, как они являются на холсте, являются, вот, допустим, как картины, собственно, да, для, для всех, сама картина рождается, в первую очередь, здесь и вот здесь, это вот это вот то, что художники называют импрессиво, допустим, да, если пишут, допустим, человек, пейзаж, допустим, да, вот, многие картины рождаются, вот, допустим, многофигурные композиции, многие рождаются однозначно здесь и здесь, это сто процентов, я вот рассказывал даже на служении в воскресном, здесь в Баптистской церкви в Рязани, рассказывал, значит, вот, как художник, какие у меня есть идеи, какие есть планы, я делился с братьями, с сестрами, вот, и среди прочего, допустим, поделился вот такой идеей, многофигурной композиции, вот, значит, медного змея, история, числа, где, чтобы и сераф был, вот, именно такой светлый, вот, и люди, и ангелы, и змеи, и все, вот, на этой картине, и люди разных, не только вот того времени, люди в костюмах того времени, но и вот наши современники уже, и других поколений людей, значит, да, живших на этой планете, вот, лежащие возле, и все, вот, кто умирает, кто умер, а кто взирает на, вот, этого медного змея, на этого серафа, допустим, там еще, там, и дальше, змей, сераф, значит, и вот, и там, значит, еще, как бы, контур такой, вот, именно, Голгофы, как бы указание на то, что сам Машиах сказал, как Моисей, он сказал, вознес змея в пустыне, так должно быть вознесено и Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, вот, что сегодня для нас не медный змея, не сераф, никто не Моисей, а сам Господь Иисус Христос, Он есть Спаситель, Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, вот, Он избрал нас в Нем прежде создание мира, послание Ефесянам, 1 глава, 4 стих написано, для чего написано, чтобы мы были святы и непорочно перед Ним в любви, вот, для чего Он определил нас, для чего избрал нас, оказывается, вот Его в чем избрание, чтобы были святы и непорочно перед Ним, дальше, как написано, в конце 4 стиха, в любви, потому что Бог есть любовь, и все, что Он творит, это любовь, любовь рождает любовь, и Он породил нас, Он создал нас, Он предопределил нас, избрал нас для любви, слава Богу, вот так вот, дальше написано, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы, благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным, вот, здесь стихи, вот, это высшая поэзия, я так скажу, высшая поэзия, в Библии действительно раскрывается высшая поэзия, доступная человеку, поэзия любви, действительно, здесь все стихотворцы, все поэты, все смолкают, абсолютно все, здесь Пушкин, Лермонтов, всех, кого мы знаем из русскоязычных поэтов, просто ничто, прах и пепел, здесь Дух Божий, сам Дух Святой является величайшим поэтом всех времен и народов, и его поэзия, это поэзия любви, и он здесь говорит, что облагодатствовал Он, облагодатствовал нас возлюбленным, в похвалу славы, благодати Своей, Аллилуйя, облагодатствовал нас возлюбленным, знаете, обычно в традиции нашей такой православной, то мы это слово больше знаем в православии, как вот по отношению к Марии, к Матери Иисуса Христа, Господа нашего, которую, к сожалению, в традиционном православии до сих пор еще, вот, в силу традиции давней, очень такой оккультной, называют Богородицей, там, Преснодевы, там, Царицы Небесные и прочее, эти эпитеты, эти титулы, которые знали еще древние, задолго до Иисуса Христа, аж за тысячелетие до Иисуса, еще со времен Вавилонского столпотворения, это нечестие, оккульт Богородицы распространяется, но Мария сама здесь ни при чем, вот, Матерь Господа реальная, просто Марии, настоящей Марии, нашей сестра в Господе, Матерь нашего Иисуса, Спасителя, она здесь ни при чем, она не виновата, что, вот, люди в ослеплении свое молятся, как бы ей, на самом деле, никакого отношения к ней, к реальной Марии, к библейской Марии, Мариян, не имеет этот культ, вот, но это я об этом рассказываю подробно в семинарах своих, по истории христианства, кому интересно прослушать, я там подробно все это разъясняю, вот, о культе Богородицы и вообще о многобожии, вчера так упоминал здесь тоже в эфире, вот, но, знаете, что скажу, что обычно, вот, миллионы-миллионы православных, католических христиан, да, и православных, и католических, не только наши православные, но и западноевропейские наши, западные братья наши тоже, вот, в принципе, такую же проблему имеют. Слово «облагодатствована», да, вот это слово, оно относится больше, как бы, не то, что вообще, относится к Марии. «Благодатная» называется она, «благодатная», 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 «все-все-все-все», но это же самое слово, оно употребляется в Писаниях по отношению ко всем верующим, да. Вот здесь, в частности, в оригинале то же самое слово, значит, греческое употребляется, что по отношению к Марии там, в Евангелии, что по отношению ко всем верующим. Потому что сегодня, да, в древности тогда, значит, Марию, Матерь Господа Иисуса, «облагодатствовал Господь», «облагодатствовал», «слава Господу», но ныне каждого верующего он облагодатствовал, каждого верующего, каждый верующий абсолютно так же «облагодатствован возлюбленном», возлюбленном. Аллилуйя! Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, Мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Господь грядет, Мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный стучится, Отвори, сестра моя, Время пения настало, Голубица чистая. Вот он идет, Бог мой грядет, Мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Господь грядет, Мой возлюбленный грядет. Аллилуйя! Братья и сестры, воспоминания нашего возлюбленного Господа Иисуса Христа. Прием причастие сегодня. Я приготовил здесь хлеб себе. Я здесь в келье эти дни, В Рязани. И вот здесь налил воды себе, Взял хлеба и хочу совершить снова причастие. Да, когда нет сока, допустим, То я наливаю просто воды. Особенно в дороге, когда, допустим, То да, я так и поступаю. Потому что знаю, что, ну, Господь, если что, Может и воду, вино превратить, на самом деле. Он так и делал однажды в Кане Галилейской, помните, да? Вот. Ну, а во-вторых, потому что причастие, Это не просто качество хлеба или вина, А это качество нашего рассуждения. Это качество нашей веры. Телы и кровь Господа Иисуса Христа. Рассуждение о теле и крови Иисуса. И возлюбленного моего, я хочу прославить сегодня вместе с вами, Нашего возлюбленного Господа Иисуса Христа. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, Которым надлежало бы нам спастись, Которым спасены, которым спасаемся. Спасибо тебе, Господь, за все. Благословен ты, Царь Вселенной. Благодарю тебя, Боже Милостивый. Благодарю тебя, Господь, за спасение, дар вечной жизни. Благодарю тебя, Господь, за кровь святую, Которую мы искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов. Благодарю тебя, Господь, за тело ломимое на Голговском кресте Два тысячелетия назад, когда совершилось наше спасение. И ты, Господь, Бог святой, Бог Авраама, Исаака, Израиля, Бог патриархов и пророков, Ава, Отче, облагодатствовал нас возлюбленным, облагодатствовал меня возлюбленным, облагодатствовал всех нас, всех верных и святых возлюбленным. Святые верные, сегодня поднимаем наши бокалы Во имя Господа Иисуса Христа. Сегодня действительно поднимаем хлеб во имя Господа Иисуса Христа. Хвала написана Господу Иисусу за вас. Валентин тоже пишет, что шалом слова матери Иисуса. И возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем. Мария также нуждается в спасении Господа. Она тоже нуждалась в спасении Господнем. И все мы действительно в Нем лишь нуждаемся. Только лишь в Нем. И, братья и сестры, спасибо Господь за всех вас. Спасибо Богу за всех, за каждого из вас. Благоставляю всех вас. Спасибо Господи за мою семью, за мою жену, детей. Спасибо Господи за всех моих братьев, сестер, за всех сегодня рассуждающих о теле и крови Господа Иисуса Христа. Боже, благодарю Тебя Господь за спасение Твое. Дар вечной жизни во Христе Иисусе Господе нашим. Благодарю Тебя Господь за все, за все. Слава Тебе и хвала, наш Бог и Царь. Благодарю Тебя. Благодарю Господь, благодарю за Голгофу, за кровь. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, О Дух Святой. За все я благодарю. За все я благодарю. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, за Голгофу и за кровь. За воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Господь. Слава Тебе. Благодарю Тебя, Господь, что драгоценной кровью Твоею я искуплен от суетной жизни. Мы святы и верны через кровь святую Агнца Божьего Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Принимаю тело и кровь Твои, Господь Божий. Рассуждаю о теле и крови, Господь, о голгофских Твоих страданиях, об искуплении моем, исцелении, освобождении, благословении через кровь Иисуса Христа. Аминь. Благослови, Господь Божий, нас в этом причастии, в этой Евхаристии. Благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Благословен Бог наш, давший нам хлеб из земли. Благословен Господь, Бог наш, Царь всей вселенной. Аминь. Спасибо, Господь, за исцеление, за спасение, за жизнь вечную, за благодатьство, Господь. За то, что Ты облагодатствовал меня, возлюбленным. Спасибо, Господь, мой Отец, мой Бог и Царь. Лехаем, за жизнь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аминь. Спасибо, Господи, за все. Благословен Ты, Царь наш. Благословен Господь. Аминь, аминь, аминь. И читаю вновь слово, послание Ефесянам, апостолу Павла, первая глава. Здесь говорится, святым и верным послание это, во Христе Иисусе. Святым и верным здесь, в Рязане, в Рязанской земле. Святым и верным в Иерусалиме, в Израиле. Святым и верным по всей нашей истрадавшейся планете сегодня это послание. Благодать вам, люди добрые. Благодать вам, братья и сестры. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе и всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив нас, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу, славы, благодати Своей. Спасибо Господи, которую облагодатствовал Он нас, возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его. Спасибо. Прощение грехов по богатству благодати Его. Прощение грехов, искупление через кровь Иисуса Христа совершилось 2000 лет назад. Оно совершилось в моей судьбе. Ныне сейчас я провозглашаю силу крови Господа моего Иисуса Христа, которой я прощен, исцелен, благословлен, освящен. Благословен Господь, Бог мой, Отец мой, сущий на небесах. Да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение и избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо Тебе, Господь. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа пребывает со всеми нами. Аминь. Братья и сёстры, благоставляю всех вас во имя Господне. Привет всем с Рязани, с этого древнего города. И сегодня ещё я здесь, да, и сегодня в 6.30 по полудни, в 18.30, как мы говорим, здесь будет служение в Доме Молитвенном на Бутырках. Евангельских, христиан, баптистов, Дом Молитвеной, да, Благодать называется церковь. Вообще прекрасно название Благодать написано. Вот, будет молитвенное собрание. Я собираюсь делиться словом Божьим как раз о молитве. Если кто в Рязани, приходите, люди добрые, вместе помолимся, прославим Бога. Вот, если получится технически, то сделаю трансляцию, если нет, то тогда в записи. А если нет, ни то, ни другое, то не получится, к примеру. Ну, мало ли, всё в жизни бывает. Тогда в молитве поддержите меня по московскому времени, 18.30, подключайтесь к молитве. Вот, потому что интернет хорошо, телевидение хорошо, видео хорошо, но ещё лучше, когда мы в Духе Святом. Потому что в Духе Святом это самое, это превосходит интернет и всё вместе взятое, что знает только человечество. Всё, что связано с информацией. Так, Татьяна пишет, да. А Наталья, Наталья пишет, спасибо за ваше служение, будьте благословенны, будь, будь благословенны, да. Тоже будь благословенны, Валентина пишет, дорогой пастор Сергей Юрьевич, да, прибудет Господь с вами. Аминь, аминь. Слава Богу, пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа. Аминь. С Богом, друзья, с Богом. До встречи и на земле, и на небесах. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.